Лосиностровский район Район в Москве, расположенный в северо-восточном административном округе. Району соответствует внутригородское муниципальное образование Лосиностровское. Название района происходит от станции Лосиностровская. Население 82 940 Одничел. Адрес управы улица Летчика Бабушкина 1. Глава управы с 2013 года Павел Павлович Литовченко. Территория и границы. Район находится в пределах северо-восточного административного округа Москвы. Граница Лосиностровского района проходит по улицам Минжинского, Летчика Бабушкина, Осташковской, МКАД, а также по путям Ярославского направления МЖД. На востоке и юго-востоке граничит с Ярославским районом на юго-западе, с Бабушкинским районом на северо-западе, с районом Северное-Медведково. Общая площадь района 554 гектара. В пределах района две реки Ичка и Яуза. Герб утвержден распоряжением префекта Сваа. Описание согласно официальному описанию. Золотой лось указывает на близость района к Лосиному острову и на расположение в его пределах железнодорожных станций Ярославского направления МЖД. Лось и Лосиностровская – силуэты деревьев на то, что район относится к самым зеленым в Москве. Население по национальному составу большинство населения русское, в районе один из самых высоких в округе показателей рождаемости, однако здесь по данным 1999 года и выше смертность, чем в среднем по округу, что можно объяснить давним заселением района и старением населения. История 1893-1917 Возникновение и развитие поселка Лосиноостровский Первый поселок на территории нынешнего Лосиноостровского района был основан в 1893 году, после открытия платформы 10 верста Московской Ярославской железной дороги, когда лесной массив между Железной дорогой и рекой Яузы был отдан отдельным ведомствам под дачные участки. Первый поселок получил название Лосиноостровск, позднее был основан поселок Джемгоровка. Несмотря на высокую цену земли, уже с конца 1890-х поселки активно застраивались, развитие поселков способствовали близость к Москве и удобная железнодорожная связь со столицей. Кроме того, Лосиноостровская привлекала многочисленных дачников с сосновыми лесами. Считалось, что местные природные условия благоприятны для лечения туберкулеза. Значительную часть населения составляли работники железнодорожной станции. Вскоре после начала застройки по инициативе братьев Джемгоровых был углублен пруд на реке Ячки. В 1905 году организовано общество благоустройства «Джемгоровки». Первые улицы Лосиноостровской представляли собой прорубленные в лесу просеки. Но уже в начале 1900-х началось активное благоустройство. Было организовано освещение улиц керосиновыми фонарями. Выстроена летний театр и теннисная площадка. Создана добровольная пожарная дружина. 5. Уже в 1905 году был образован и общественный парк длиной в одну версту, площадью 14,1,5. 5. Нынешний Бабушкинский парк. Один из братьев Джемгоровых, Иван Исакович, входил в благотворительный тюремный комитет и в числе прочего заботился о детях заключенных, некоторые из которых летом выезжали в Лосиноостровскую, потопеку жены Джемгорова. Много заботилась о благоустройстве нового дачного поселка, также семья Гриневых. На лето в Лосиноостровскую приезжали воспитанники нескольких детских учреждений городского сиротского приюта имени братьев Бахрушиных, приюта имени доктора Ф.П.Газа и Лизаветинских Алексеевских яслей. К 1913 в поселке имелись собственная телефонная подстанция, водопровод, гимназия, крупная библиотека, кинематограф, летний театр, почтовое отделение, лечебница, несколько торговых лавок, приют для престарелых женщин медицинского звания, пожарное депо и ДР. В поселке были построены две церкви, деревянная Троицкая, близ станции Каменная Адриана и Наталья на Ярославском шоссе. В 1905-1908 годах при убежище женщин медицинского звания была построена еще одна небольшая деревянная церковь. Осенью 1912 года был открыт пешеходный мост через железную дорогу, соединивший две части Лосино-Островска. С 1909 года издавалась ежемесячная газета «Лосино-Островский вестник». Население поселка в 1910-х было уже преимущественно постоянным. В 1917 году насчитывалось около 1500 домовладений и 738 деревянных домов. В 1910-х годах близ Лосино-Островска появился ряд новых поселков. В 1911 году в поселке уже было две гимназии – земская и начальная школы, шесть лавок колониальных товаров, две галантерейных лавки, две хлебопекарни, четыре чайных пивна и трактир третьего разряда. В советское время до 1921 года поселок Лосино-Островск входил в состав Сокольнического района Москвы. 27 ноября 1921 года он был включен в состав Московского уезда Московской губернии. В 1920-х годах продолжалось культурное развитие поселка. На Осташковском шоссе был организован опытно-лабораторный музей по изучению района. В 1925-е Лосино-Островской был присвоен городской статус. Первый горсовет разместился в помещении бывшей деревянной церкви С.В. Строится на Советской улице. Население нового города быстро росло. Лосино-Островск развивался уже как город-спутник Москвы. В 1929-е железная дорога, связывавшая город с Москвой, была электрифицирована. Уже в 1920-х годах в Лосино-Островском появилось электрическое освещение. С 1930-х годов в городе началось развитие промышленности. Были введены в эксплуатацию мебельная фабрика, фабрика музыкальных инструментов, завод по производству железнодорожных систем сигнализации и ДР. Продолжали работы четыре школы. Построенной еще в начале 20-го века действовала бывшая земская больница. На Советской улице разместился клуб железнодорожников. В середине 1930-х управлением метростроя на углу Медведковской улицы был построен кирпичный пятиэтажный дом, где разместились магазин поликлиника. Почта и радиоузел улучшалось и медицинское обслуживание жителей города. В 1927 году на Медведковской улице была открыта поликлиника. В 1929 на той же улице заработал родильный дом. В 1937 году в северной части города, на территории бывшего дачного поселка Джамгоровка, появилась вторая поликлиника. В 1939 город был переименован в честь полярного летчика М. Бабушкина, родившегося близ Лосиностровской. Основной улицей города была Советская. Главным местом отдыха горожан являлся Бабушкинский парк культуры и отдыха, где располагался деревянный кинотеатр «Бабушкинский». В парке было несколько скульптурных композиций, из которых до наших дней дошел лишь памятник А.С. Пушкину. В 1960 город Бабушкин вошел в состав Москвы. В 1964 году на территории бывшего города Бабушкина был построен крупный больничный комплекс. В 1950-е и 1960-е значительная часть района была застроена типовыми кирпичными домами, преимущественно пятиэтажными. В 1970-х застроены кварталы к северу от улицы Малыгина, а также на Прудной улице. На месте Джамгоровского усадебного дома построен госпиталь ветеранов войн. О дачном прошлом района напоминают яблоневые сады, парки Торфенка и многочисленные вишневые деревья в городских дворах. Еще относительно недавно в районе было больше зданий, помнивших дачную жизнь старой лосинки. Это сгоревшие дома у станции Лосиноостровская на улице Коминтерна. Двухэтажный деревянный дом 1910-х годов постройки. Снесенный летом 2008 года создание района. Лосиноостровский район был образован 5 июля 1995 года в соответствии с законом о территориальном делении города Москвы. В составе района Лосиноостровский находится не вся территория бывшего города Бабушкина. Часть территории отдана районам Свиблова, Бабушкинский, Ярославский улицы и кварталы района. Важнейшей магистралью района является улица Летчика Бабушкина, другие крупные улицы и Зумрудная улица Малыгина, стартовая Коминтерна. Так как Лосиноостровский район расположен на северо-востоке Москвы и примыкает к трассе Транссибирской железнодорожной магистрали. Многие его улицы получили название по городам и природным объектам Сибири и Дальнего Востока, а также северо-европейской части России. Отдельные улицы названы в честь известных исследователей Севера, некоторые из улиц получили название в честь государственных и партийных деятелей. Иные улицы, как Коминтерна, сохранили свои названия со времени, когда Бабушкин был самостоятельным городом. Наконец, две улицы получили красивые имена по предложению местных жителей в 1960-х годах к Янтарю и Зумруду. Вопреки расхожему мнению, названия этих улиц имеют лишь косвенное отношение. В 1990-х годах некоторые из улиц бывших дачных поселков были упразднены. Кварталы, прилегающие к улице Минжинского и к улице Коминтерна, застраивались главным образом в 1960-х годах. Окрестности улицы Малыгина и платформы Лось застроены позднее, в 1970-х. К западу от Челюскинской улицы, зеленый массив, большей частью занимаемый санаторием Светлана и домом отдыха администрации президента, где сохранилось несколько частных одной-двухэтажных зданий, на Сташковской улице сохранился квартал домов 1930-х годов постройки. Простонародье Лосиноостровский район зовется Лосинка. Это название в простой форме зародилось еще в 1920-е годы. Такое название в районе носит ряд торговых центров и автошкола, экономика, в пределах района, железнодорожная платформа Лоси Станция Лосиноостровская, промышленных предприятий Мала, фабрика овсетной печати, АО Завод ИРЮА, изготовление химических реактивов для электронной промышленности, косметические товары, ЭХПУ, ВЕЛЬ, производство бетона, художественное литье из цветных металлов, ОО «Лабрант», производство спортивной одежды и спортивного инвентаря, Ремонтный завод номер 96 МОРФ, ремонт автомобильной техники, Действует также пожарное депо, имеется дом моделей, специальные рабочие одежды, Занимающиеся изготовлением одежды, разработкой технической документации и лекал. По состоянию на 1 января 2007 года в районе действовало 31 малое предприятие, Сфера услуг представлена многочисленными магазинами и двумя рынками, В настоящее время реформируется жилищно-коммунальное хозяйство района, По состоянию на 2007 год в Лосиноостровском создано 4 ТСЖ и 60 домовых комитетов, Районный единый информационно-расчетный центр располагается по адресу улицы Изумрудная, 63 дробь 1, по словам бывшего главы управы Виктора Крамара, Значительная часть жилого фонда, в особенности те дома, что были в ведении Министерства обороны, Находится в плохом состоянии, социальная сфера, на территории района несколько зон отдыха, Стадион «Красная стрела» с 2005 года, выходит газета «Наша лосинка», В 2014 году издание перенесено в интернет, Имеются крупные лечебные учреждения, окружной врачебно-физкультурный диспансер, Три поликлиники, детская стоматологическая поликлиника. Ранее в районе действовали два кинотеатра «Арктика» и «Орион», Оба они находятся на реконструкции. Образование район хорошо обеспечено образовательными учреждениями, Имеется 10 средних школ. Средняя школа номер 298, основана в 1985 году, Школе «Экспериментальная площадка информатика» в начальной школе, Музей «Герои Великой Отечественной войны», Жители Лосино-Островского района, Спортивно-танцевальный клуб «Марина». Средняя школа номер 529, открыта в 1970 году, Средняя школа номер 751, располагает двумя музеями, Школа оказывает платные образовательные услуги, Средняя школа номер 762, основана в 1937 году, В 1989 году переведена в новое здание, Средняя школа номер 763, является окружной экспериментальной площадкой По непрерывному экономическому образованию с 5 по 11 класс, Осуществляет экстернативную форму обучения, Средняя школа номер 1188, открыта в 1991 году, Как школа с углубленным изучением изобразительного искусства, В 2005 году заняла второе место в Москве в конкурсе «Лучшая школа», Средняя школа номер 1381, с углубленным изучением английского языка, Открыта в 1995 году, сотрудничает с немецкой гимназией имени Зойми, В рамках программы «Европа. Единый дом», Центр образования номер 1444, Городская экспериментальная площадка, Образованная на базе школы номер 313, Работает в режиме школы полного дня, Кадетская школа номер 1778, Открыта в 1970 году, Как школа номер 288, На базе школы-музей боевой славы 73-й Новозыбковской дивизии, В 2007 году школа реорганизована в Кадетский корпус, Средняя школа номер 1955, Начало работу в 1999 году, Ведется углубленное изучение иностранных языков, Осуществляется сотрудничество с гимназией, Города Камен функционирует театр на английском языке, 14 дошкольных учреждений, В том числе музыкальная и художественная школы, Действует три библиотеки, Колледж градостроительства, Строительный колледж номер 12, Медущий лище номер 22, Рекреация в районе, Несколько садов и парков, Крупнейшим из которых является парк При Джамгоровском пруде, Образовавшимся на месте песчаного карьера в 1960-х В результате сооружения плотины на реке Ички, По площади Джамгоровский пруд, Один из крупнейших в Москве, Глубина пруда – 2,5 метра, Благоустроенные его берега были лишь в 1984 году, На южном берегу пруда организован пляж, Однако купание в пруду запрещено, Северо к пруду примыкает территория Перловского кладбища, С 1980-х годов закрытого для захоронений, В районе пруда одна из немногих в Москве колонии, Чайкаек, Меньшую площадь по сравнению с Джамгоровским занимает парк Торфенка, В центре парка находится пруд, Назван пруд по распространенным в этой местности Торфаным почвам, Берега были оборудованы в 1960-х, Периодически проводятся работы по благоустройству парка, Включающие очистку пруда, Наконец, старейшим и наименьшим по площади, Парком района является Бабушкинский парк культуры и отдыха, Парк открыт в 1955 году, Имеются аттракционы, Зеленый театр, Открытая эстрада, В центре парка памятник летчику М. Бабушкину на одной золей, Памятника из Пушкину, А рядом скульптурное изображение одного из персонажей поэта, Золотой рыбки, В парке преобладают деревья широколиственных пород, Хотя еще в середине 20 века основной древесной породой здесь была сосна, Текущие события в парковой зоне, Летом 2015 года в парке Торфенка развернулось противостояние, Вызванное начавшимися 18 июня 2015 года работами по строительству храма. Это противостояние на первых порах заурядный конфликт районного масштаба, Выбиваешь первые ряды новостей, Вышло на общемосковский уровень и привлекло личное внимание патриарха Кирилла. Религия. На улице Малыгина близ санатория Светлана расположена деревянная часовня преподобного Сергия Радонежского, Приписанная к храму святых мучеников Адриана и Натальи и Русской Православной Церкви. В районе также строится два храма, Собора новомучеников и исповедников российских бабушкини, На стартовой улице и Казанской иконы Божьей Матери. В Лосиноостровской на Надорском проезде, На улице Таежной находится церковь евангельских христиан-баптистов на Лосинке. Транспорт в пределах района станции метро отсутствует. Ближайшие станции метро Медведково, Бабушкинское и Свиблова Имеется железнодорожное сообщение по ярославскому направлению МЖД. В районе имеется 42 автостоянки и 7 гаражно-стояночных кооперативов. В основном расположенных по Надорскому проезду и Стартовой улице, Построено 4 многоярусных автостоянки. Наземный городской транспорт в районе представлен автобусным. По территории района проходят 15 автобусных маршрутов ГУП, МОС, Гор, Транс и 5 коммерческих. Таблица «Автобусные маршруты» и интересные факты. Несмотря на то, что территория Лосиноостровского района с 1960-х годов находится в черте Москвы, В пределах района сохранилось два садоводческих товарищества в начале Стартовой улицы и близ Перловского кладбища. На станции Лосиноостровская снимались сцены кинофильмов «Вокзал для двоих». Служебный роман «Место встречи изменить нельзя».